всем привет вы слышите лёшу халецкого и это обзор игры northgard примерно год я периодически показывал вам партии в эту игру хотя она находилась в раннем доступе и вот несколько дней назад состоялся релиз и наконец-то можно сделать полноценный обзор несомненная northgard рекомендую к покупке я вообще не припомню другой игры в которую бы я так много играл еще в раннем доступе какова же причина моей такой сильной симпатии почему эта игра должна понравиться вам да потому что это real-time стратегия для любителей пошаговых стратегий вот так вот странно любые другие стратегии в реальном времени лично для меня быстроваты те же age of empires 2 казаки 3 да блин варкрафт любые real-time стратегии требуют от меня слишком быстрой реакции и я просто не успеваю следить за всем что происходит и вот northgard это именно то real-time стратегия которая идет в реальном времени но при этом по моему берет очень много интересных и любимых нами черт пошаговых стратегий вкратце для тех кто не видел ни одной моей игры объясняю суть вы один из кланов викингов на данный момент их 6 но разработчики обещают что они даже после релиза не будут останавливаться и будут еще выпускать новые кланы для игры естественно все кланы со своими особенностями со своим стилем игры и эти особенности намного разнообразнее чем например нации из 7 с цивилизейшн и вот вы появляетесь на острове на одном небольшом тайле и постепенно исследуете что вокруг вас происходит захватываете области развиваете экономику и так далее так вот неспешность игры и отсутствие перекоса на военные разработки делает northgard очень удобный для нас пошаговиков вы не можете просто любым юнитом открывать карту вам нужны скауты для того чтобы область за областью исследовать что происходит на острове если вы область не исследовали в эту они можете не перейти ничего там сделать исследовали область вы можете ее колонизировать при этом она должна быть свободной от монстров или других соперников колонизировали вы сможете там что-то построить но в каждой области есть ограничение на количество построек на самом деле поиграв понимаешь что это очень похоже на развитие города в пошаговой стратегии каждая область это один небольшой город переставление юнитов из одной области в другую от из одной сферы деятельности в другую это как переставлять жителей с клеток в пошаговой стратегии в норсгард три основных ресурса это еда дерево и деньги еда позволяет вам захватывать области не дает вашим жителям умирать дерево позволяет строить здание и не замерзать вашим жителям ну и деньги это содержание зданий и найм войск при этом есть еще два вспомогательных ресурса это камень и сталь или железо которые позволят вам улучшать здание и улучшать ваших жителей а также знание или можно сказать наука которая позволит вам открывать новые в кавычках технологии потому что это не технология именно знание или умение и вот собственно все я описал всю игру но несмотря на такую простоту норсгард имеет множество вариантов развития нее хочется играть и переигрывать она максимально реиграбельна и главное что разработчики не тянут из нас деньги на данный момент игра стоит 390 рублей и создатели говорят что никаких платных дополнений дальше не будет то есть будут выпускаться новые кланы как патчи к игре да блин я эту игру советовал покупать когда она еще была в раннем доступе в ней практически нету багов разработчики постоянно выпускают патчи которые полируют баланс в игре в сетевом режиме постоянно есть люди с которыми можно сыграть более того в отличие от великой фераксис здесь даже ребята сделали серверы для своей игры если в начале это был только пирту пир соединение то лишь между игроками были некоторые лаги то в процессе развития в раннем доступе были даже созданы серверы и вот это отношение к игрокам и к своей игре очень сильно подкупает и ты понимаешь что норсгард точно будет развиваться я не зря постоянно провожу параллели с нашей любимой цивы потому что вот для меня норсгард это такая миниатюрная копия сидмерс цивилизейшн в реальном времени только если в циве партия на шестерых занимает 8-9 часов то в норсгарде можно вполне за час уложить да здесь несколько вариантов побед не только доминации то есть вынеси всех но и наукой и экономическая победа и победа славой и даже разными вариантами карт то есть на карте может оказаться какой-то уникальная клетка которая может помочь вам победить совершенно необычным способом единственное что здесь упрощено это конечно военные действия норсгард скорее про развитие чем про войну потому что вы не сможете проводить сложные тактические маневры использовать там местность холмы как в той же циве здесь все намного проще и при этом по моему мнению разработчики очень правильно поступали что всячески ограничивали любителей быстрого раша войнами если в начале раннего доступа можно было там два-три война создать и реально соседа вынести то сегодня это невозможно защитные башни очень сильны есть ограничение в нахождении далеко от своих границ и так далее и так далее и самое интересное вот я почитал отрицательные отзывы на норсгард то что я например считаю плюсами некоторые люди считают минусом это тоже интересно вот например зачитаю один из таких обзоров игровой процесс норсгард это изматывающие качели между невыносимо медленным развитием поселения и молниеносным микроменеджментом которые требуются в чрезвычайных ситуациях да и мне в комментариях некоторым моим видео писали что игра интересная но слишком нудная вот именно для любителей настоящих рилтайм стратегий норсгард слишком медленно и нудная это так а вот для любителей пошаговых стратегий я уже повторяюсь для нас с вами она реально очень хороша кстати передаю привет профитролю если вы помните такого игрока который серьезно засел в норсгард и периодически меня пишет по этому поводу это видео выходит при поддержке глобальной браузерной космической стратегии console war точка ру игра сейчас в открытом бета-тесте там появляется много новых фич например общий космос в котором находится вообще все игроки так что заходите регистрируйтесь ссылка в описании под роликом и используйте кодовое словосочетание лёша играет имейте в виду те люди которые смотрят мой обзор и являются любителями настоящих рилтайм стратегий в норсгарде вам будет скучновато и хотя вот человек пишет что тут молниеносный микроменеджмент на самом деле это притянуто за уши даже быстрый фаст клик в цивилизации намного требует больше реакции чем этот самый молниеносный микроменеджмент в норсгарде игровой процесс здесь медитативен и именно этим очень похож на пошаговую стратегию вы не спеша размышляете что вам сделать не что вас не подгоняет да конечно время течет в реальном времени и вы не можете не ускорить кстати не замедлить но разработчики подобрали именно такую скорость когда действительно не хочешь не замедлять не ускорять события да здесь нету формации для ваших воинов они тут и не требуют очень редко у вас будет больше 10 военных юнитов сначала вы воюете с окружающей фауной потом вы воюете уже с соперниками какие говорил нападать совершенно необязательно кстати постоянно говорю про сетевую игру но тут и отлично сделанная кампания я ее показывал на стриме и если вначале мне казалось что она скорее для новичков то уже на карте 3 у меня были сложности с прохождением то есть она с одной стороны интересная но и не считает вас за идиота который вообще ничего не умеет и одиночное прохождение здесь интересное и партии против компьютера бросят вам вызов ну а когда вы наиграетесь с компьютером добро пожаловать в сетевые режимы там уже знакомые всем нам фа на шестерых фа на четверых и командные битвы 2 на 2 3 на 3 и даже 2 на 2 на 2 у меня на канале куча видео подобных партий еще в раннем доступе но они хорошо показывают что происходит в игре и тот факт что у игры уже пятьсот двадцать тысяч владельцев говорит о многом при этом аудитория то есть люди которые играю играли как минимум один раз несколько раз за две недели это практически 80 тысяч я не думаю что широке им с это собственно разработчики норсгард ожидали что у игры будет такая аудитория вот например еще отрывок из отрицательной рецензии в каждой второй положительной рецензии говорят чем больше поселение тем больше проблем перекидывать рабочих между ресурсами так весело нет ребята это не весело на самом деле весело то есть если вы любите в цивилизации открывать экран города и перебрасывать своих поселенцев с одной клетки на другую то вам точно будет весело в норсгард который это все происходит намного динамичнее при этом вариантов победы вариантов развития по моему скромному мнению в норсгарде уж точно не меньше чем 7 civilization хотя лично мне в игре знаете чего не хватает чудес вот хотелось бы еще чтобы были киньте такие огромные строения которые долго строятся но потом дают офигительный бонус есть конечно в отрицательных рецензиях несколько совершенно правильных придирок во первых здесь не всегда очевидно почему ваша экономика ушла в минус и игра это частенько не сообщает я вообще ко многим последним игровым проектом часто говорю эту фразу что игра не очевидно непонятно почему происходит то или иное я сейчас уже наиграв много партий знаю что если у вас начинается несчастье в вашем селении то снижается производительность и постепенно все становится хуже и хуже то есть как можно быстрее лучше это несчастье поднимать ну а людям то не очевидно почему стало три несчастных и внезапно упала так собирание еды или дерева и почему люди стали голодать вообще все стало вымирать всего два несчастных а все поселение внезапно вымерла или почему воины одних кланов намного сильнее чем воины других кланов хотелось столкнуться стенкой на стенку у меня клан козы против меня клан волка у него семь юнитов у меня семь юнитов а он вынес моих просто без вариантов почему так происходит это все не очевидно и приходит только со временем вот это разработчики должны были более конкретно показать конечно кстати обращал внимание что еще часто дорсгард сравнивают с серией the settlers но на самом деле тут похожесть только в визуальном стиле игровая механика по моему очень различна а вот еще цитата из другого отрицательного отзыва микроконтроля здесь столько что комфортно себя чувствовать будут только тру задроты киберспортсмены и конечно же корейцы кому можно это рекомендовать игрокам намеренным проверить или подтвердить свой скилл тем кому доктор прописал давать выход ненависти корейцам простым смертным покупать только по большой скидке и вместе с валерьянкой конец цитаты дело в том что человек в начале рецензии пишет что он в real-time стратегиях не новичок и начинал еще с досовских дюны и варкрафта вот именно в том-то и дело что это совершенно необычная real-time стратегия и подходит она именно до любителей пошаговых стратегий этот микроконтроль о котором говорит этот человек для нас вполне естественным зато нам не надо носиться как угорелым по всей карте и кликать быстро мышкой чтобы выиграть необходимые доли секунды для победы вот например вы даже можете спросить а как же они реализовали то что не надо следить за юнитами ну за юнитами следить надо но например если на вашу землю нападают юниты соперника то у них будет лаг для атаки чуть меньше секунды но этого достаточно чтобы вы могли нанести урон более того вы не всегда обязаны следить ваши военные юниты могут сами нападать да и при смене атаки у юнитов тоже имеется лаг который не позволяет фокусить определенные юниты постоянно переключаясь с одного на другое то есть это микроконтроль на который жалуются любители real-time стратегий именно в экономике а в войне где все вот эти фанаты эйджи фэмпайс и казаков привыкли наставить кучу домиков поставить в очередь строительство армии и заваливать там мясом все намного проще я не говорю что это плохо то что происходит в обычных real-time стратегиях просто это не для нас не для пошаговиков а вот норсгард для нас именно поэтому я и так продвигаю ну и не думайте что на эту игру очень много негативных отзывов это я их зачитываю для того чтобы не свалиться совсем уже в дифферамбы на самом деле у норсгарда 89 процентов положительных отзывов на данный момент как вы понимаете это очень очень высокая цен и и вообще нельзя сравнивать на самом деле со стратегиями в реальном времени ни с какими стратегиями в реальном времени воспринимать ее как пошаговую стратегию но в реальном времени мне на самом деле хотелось бы провести по ней парочку турниров но у самого времени организовывать нет так что если кто-то хочет в моей группе их провести то пишите мне в личку в стиме что-нибудь придумаем ну а всем остальным еще раз норсгард настоятельно рекомендую обязательно покупайте играйте если вы еще не уверены тут посмотрите огромное количество игр на моем канале чтобы определиться а на этом все вы слышали алексея халецкого загляните на console war.ru ссылка в описании и играйте в умные игры одна из которых несомненно норсгард спасибо что засорили до конца я лёша халецкий тот кто сделал это видео у меня к вам несколько просьб во первых не забудьте поставить лайк а во вторых поделиться этим видео раз уж вы царили до конца видим она вам понравилось я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс на этом все играйте в умные игры